В мире различных механизмов иной раз встречаются очень необычные экземпляры. Иногда создаётся впечатление, что это плод фантазии графических дизайнеров. Особенно интересными и примечательными являются экземпляры строительной и обслуживающей техники, разработанные китайскими инженерами. Убедиться в этом мне помогло множество фотографий этих машин в интернете. Однажды я изучал характеристики одной китайской машины, о ней будет отдельный выпуск, и совершенно случайно наткнулся на этот экземпляр, которому и будет посвящён выпуск. Увиденное меня просто поразило, и вначале я решил, что эта машина просто хорошо нарисованная в графическом редакторе. Но после продолжительных поисков я окончательно убедился, что этот экземпляр существует на самом деле. И более того, он рабочий и применяется во многих сферах деятельности Китая. Перед вами трёхколёсный кран с мотором от мопеда. Интересная техника, правда? Да. Китайские инженеры и механики уже заслужили себе славу изобретателей необычных вещей и механизмов. Ведь такого устройства нет больше нигде в мире. Говоря о технической составляющей этого трёхколёсного чуда, нужно сделать основной упор на его выдвижную стрелу. Её способность вытягиваться на целых 32 метра просто поражает. К слову, мало кто из данного сегмента строительной техники имеет столь впечатляющие показатели. Трёхколёсный малыш может поднимать вполне недетский груз, максимальной массой до трёх тонн. Для такой малогабаритной техники это весомый показатель. Он отлично справится на строительстве небольшого частного жилья, высотой в два этажа. В Советском Союзе был похожий помощник в строительстве, под названием «Пионер». Он был значительно меньше современного китайца, однако оказывал значительную помощь при проведении небольших строительных работ. Одним из главных преимуществ китайского крана является его стрела, имеющая авойдный профиль. Это значит, что она способна принимать на себя повышенную силовую нагрузку. Сама конструкция стрелы имеет от 6 до 7 секций, что редко встречается в строительной технике. Говоря о самой крановой установке, её монтируют как на трёхколёсное шасси, так и на стандартное шасси с четырьмя колёсами. Однако в таком случае пропадает компактность и манёвренность самой машины. При этом головная оптика остаётся прежней. Китайские инженерные умы постоянно изобретают и показывают миру всё более новые и необычные разработки, которые производятся серийно в большом количестве и существенно облегчают проведение различных строительных и ремонтных работ.